Почему никогда не обсуждают тему жестких пестицидов из Китая, таких как глифосат? Землю тупо выжигают для получения прибыли. Я, кстати, про глифосат написал несколько статей в свое время, о том, что у нас как раз применяется этот пестицид, и в Европе он запрещен. И вообще, даже в аграрном секторе есть свое разделение труда, потому что европейцы оставляют себе более чистую аграрку, это овощи, фрукты, какие-то такие продукты, которые не связаны с таким жестким выращиванием, именно с помощью пестицидов, гербицидов. А нам дают именно вал такой зерновой, это кукуруза, подсолнечник. Почему? Потому что там как раз это все активно применяется. В Аргентине, кстати говоря, даже были исследования, там страшные цифры по влиянию на здоровье людей, огромное количество тяжелых заболеваний, отклонения в развитии детей, даже умственное отставание в тех местах, где применяются активно эти гербициды и пестициды. То есть это на самом деле страшные вещи. Даже по Украине, если поездить и поговорить с жителями сел, где, когда пролетает самолет и запыляет поле этими гербицидами или пестицидами, то потом там все село несколько дней там просто, грубо если сказать, выхаркивает это все. То есть это очень негативное влияние оказывает на здоровье. И у нас, к сожалению, полностью устранены механизмы контроля за этим. А что это за село? Где можно поговорить с людьми? Ну, это можно поехать в Житомирскую область, Киевскую. Я думаю, что это вообще без проблем. Даже в Киевскую область? Да. Ну, например, какое-нибудь село назовите? Ну, я просто уже не помню название именно конкретно села. Но это распространенная практика. Это не то, что как бы что-то уникальное. На юге области? Да какая разница? Это в основном места, где подсолнечник, крабс, кукуруза. Да, поезжу, о чем мне интересно.